Здравствуйте, я Сидро от ведущей передачи. Сегодня со мной Рикки Робертс. В прошлой программе мы рассказывали, как Рикки в детстве поставили диагноз умственно отсталого ребенка. Врачи не давали надежды. Учился он в специальном классе. В 16-летнем возрасте он не мог усвоить программу младших классов. И при весе 136 килограммов он пытался сесть за детскую парту. Дети смеялись и издевались над ним. У него не было надежды. Врачи отреклись от него. Но в 16 лет пророк предсказал ему исцеление. И, как вы знаете, пророки, от Бога они или нет, предсказывают будущее. Но он не просто исцелился. Его сразу перевели в 10-й класс, минуя 7 классов. Его протестировали. Он, не изучая тригонометрии, алгебры, прекрасно в них разбирался. Это было величайшее чудо его жизни. А теперь у него 7 докторских степеней. Он дважды доктор философии. У него множество дипломов, сертификатов отличия. Рики, вы прекрасно знаете греческий, латынь, иврит, и арамейские языки. Это библейские языки. Зачем они вам? Чтобы понимать Слово Господа в оригинале, чтобы понять Его истинные, оригинальные мысли, чтобы понять Автора Слова. Почему Бог избрал именно вас? Того, кто жил практически как растение, и вдруг дал вам знания, победы в Олимпиадах, диплом Кембриджского университета? Господь сказал мне, что Он выбрал и призвал человека, чтобы сделать все задуманное им. Все отвергли Его зов, отвергли Его выбор, и Господь сделал милость и сказал, «Я выберу непригодного и использую его». Когда вы думаете о своем прежнем состоянии, когда у вас не было нынешних способностей, вас это все еще тревожит? Вас это еще ранит? Конечно. Знаете, Бог позволил этим воспоминаниям сохраниться в моей душе. Десять лет назад я не мог говорить об этом без слез и дрожи в голосе. Господь возобновляет вкус и запах того времени, тем самым напоминая и возвращая меня туда. И все это для моего смирения. Я знаю, то, что дал мне Господь, принадлежит Ему, а не Мне. Рикки, Господь наделил вас даром, который помогает всем людям. Да. И это дар исцеления. Но у вас есть все, как у пророка. У вас есть дар веры, дар знания Слова Господнего, дар творить чудеса и видеть будущее. Да, есть. А знаете, что заинтриговало и заинтересовало мне больше всего? Я буду с вами откровенен. Это предсказание. Меня поразило то, что эти предсказания от Бога. Так и есть. Кто же не хочет услышать Слово Господнее? Многие пророки не приносят особой пользы. Бывают лживы, потому что они не от Бога. А вы даруете Слово людям. И вы точно знаете, что все должно сбыться? Насколько я знаю, около трехсот пророчеств сбылись за последние два года. Когда мы шли к самолету, вы сказали, что Господь говорил с вами и возложил на вас миссию. Он сказал, что произойдет во время этой программы. Вы можете сказать это перед камерой? Прямо сейчас? Да, могу. Это слово для матери. Два месяца назад Бог говорил с вами. Он сказал, «Я Господь Бог. Я исцелю твоего ребенка в течение трех лет». И Бог говорит мне сейчас, что вы должны поверить в эти слова. Бог настаивает на этом. Примите это. И уже через три, простите, через шесть месяцев вы увидите первое изменение. Знаете, Рикки, это мне напоминает вашу маму. Вашей маме тоже было послание вашим исцелением? Да. Ей пришлось идти к директору и просить перевести вас из специального класса в десятый класс. И если бы она не сделала этого и стала испытывать веру, боюсь, вы бы сегодня здесь не сидели. Вы правы. У пророка есть два начала. Божественное начало и человеческое. И необходимо их объединить. Это значит, что если вы что-то хотите сделать, то это должно быть одобрено Господом. Через минуту мы поговорим о вашем посещении ада. Да, хорошо. Но у вас также было иное посещение, оно мне нравится больше. Рай. Я забегу немного вперед. Вы видели там части тела? Да, видел. Объясните это. Я вернусь немного назад. Однажды я постился 22 дня. И на восьмой день мне явился демон. А в последний день поста я посетил небеса. Неожиданно в моей комнате появилась колесница, в которой находился ангел. Он сказал мне, «Пойдем». И я оказался в духовной реальности. Это продолжалось несколько секунд. И я увидел рай Господень. Отовсюду чувствовалась сила Господа и Его присутствие. Я вошел в главный тронный зал. И я там увидел ангелов. Тысячи. Миллионы ангелов. И все они говорили «Святой, святой, святой». Их голоса сливались в единую мелодию. Мелодию, которую я не могу вам даже описать. У вас было видение? Да, видение. Это было видение. На протяжении всего времени, все это время, с правой стороны, я видел дары Господние. Я видел вознаграждения и благословения для божьих людей, которые должны были прийти и получить их. А слева я увидел части тел, те, которые Бог приготовил для исцеления. Вы хотите сказать, что если мы поверим, то бедро, которое так необходимо человеку, перенесется из невидимого мира в реальный. Я верю, что это произойдет во время нашей программы. Аминь. Оставайтесь с нами. Я Сидро от ведущей передачи. И сегодня я беседую с Рикки Робертсом. Он творит чудеса. Если этому нет иного объяснения, то это чудо. Я заинтригован. У него было видение, в котором он видел ад, видел рай, и на небесах он видел то, что изменит вашу жизнь. Но до того, как говорить о реалиях, о реалиях невидимого мира, которое явилось как видение, скажите, вам явилась колесница? Да. Вы ехали на колеснице? Да. Было весело? Да. Но самое поразительное, что слева от меня находился ангел Господень, и он сказал, что с 14 лет он оберегает и защищает меня. Это ангел-хранитель моей жизни. А как он выглядел? Без крыльев, около двух метров, в белом одеянии и очень красивый. Вы видели его еще раз? Да, еще несколько раз. Сильная поддержка. О, да. Он сейчас здесь, со мной. Правда? Вы верите, что у каждого есть свой ангел? Да. Даже у тех, кто не верит в Господа? Да. Раньше в церквях считали, что ангелов может быть два, пять, десять, сто, короче, столько, сколько вам необходимо. Мне нужны все. Рикки, давайте вернемся к вашему пребыванию в Аду. Расскажите об этом. В течение семи дней Бог позволил приходить ко мне демону, точнее, демонам. Их присутствие было настолько очевидным, что чувствовалось зловоние ада в моей комнате. Вы чувствовали его запах? Да, я чувствовал это физически. И вы все еще ощущаете этот запах во время присутствия демонов? Да. Этим Господь хотел научить меня различать духов. Например, я молюсь за человека, и Бог показывает мне духа, который контролирует жизнь этого человека или пытается воздействовать на него. Я не обладал этими способностями до того, как начал поститься. Расскажите, расскажите мне больше об увиденном. Ну, я видел, например, демонов в облике драконов. Это демоны ложного дара, ложного возрождения. Они всегда пытаются уничтожить подлинное чудо Господнее. Вы видели ад? Да. Расскажите об этом. Господь Иисус вошел в мою комнату и сказал, идем. И я начал падать, падать и падать. А когда вы шли в рай, вы поднимались? Да. А когда вы шли в ад, то падали? Я падал и падал, но слава Господу, Он защищал меня. Я был как бы внутри стеклянного шара, внутри которого находилась сила Божия. Падая, я видел демонов ада. Они кричали в агонии. Бог показал мне каждый уровень ада, а в раю происходили потрясающие вещи. Например, я увидел всех святых Ветхого Завета, всех, кроме Иенаха и Илии, а сам зал был просторным и в центре стоял крест. И вот я оказываюсь на самом дне ямы. И, несмотря на защитную оболочку, вы испытывали страх? Да, но Иисус был со мной. И сам Иисус мне сказал, я покажу тебе, что демоны никогда не сравнятся с силой моей крови. Вы верите в это? Да, я видел это. А что произошло, когда вы вслух сказали кровь Иисуса? Что произошло? Все демоны в панике разбежались. Я видел самого сатану, он пал на колени перед силой крови Иисуса. Вы лишь сказали кровь. Да, причем на разных языках. А скажите, что вы еще видели? Вы видели людей, слышали их в аду? Я слышал крики агонии и боли в аду. А что сказано про это в Библии? Это агония. Этому нет описания. Это невозможно описать. Невозможно описать агонию ада. Иными словами, агония постоянно. Она бесконечна. Она бесконечна. Самое поразительное это то, что Господь показал мне три трона. Трон сатаны, трон антихриста, трон лжепророка. Все три трона были пусты. Затем Он показал мне озеро огня и показал, что оно пусто. Но самое поразительное это то, что Иисус опустил Свою руку в озеро огня и его рука осталась невредима. И Бог сказал мне «Опусти руку». И когда я сделал это, Бог сказал «Я доказал тебе, что моя защита сильнее даже огненного озера». Скажите, а для кого предназначено это озеро? Для всех неверных, для тех, кто отверг Иисуса Христа, для сатаны и для всех тех, кто восстал против Иисуса. Это плохие новости. Давайте вернемся к хорошим. Давайте вернемся к тому, что вас запала колесница на небеса и вы увидели части тела. Меня это заинтриговало, потому что они переносятся из невидимой реальности в нашу реальность. И я знаю, что это уже происходит. Смотрите, а что вы видите? Я вижу головы, руки, пальцы, ноги, сердца, легкие. Знаете, мой отец видел все это своими глазами, и это привело его в восторг. Он видел части тел, он видел людей, у которых заживлялась оторванная голова. Он видел это, как Бог это делал. Если у вас нет веры, ничего не произойдет. я хочу, чтобы части тела в невидимом мире стали видимыми. А как вы считаете? Какова сила крови Иисуса? И что происходит, когда называешь имя Иисуса? демоны исчезают. Расскажите про чудеса, которые вы видели собственными глазами, про исцеление людей после вашей молитвы. Мы исцеляем от спида. Одна женщина полностью исцелилась от спида. А откуда вы знаете, что она исцелилась? Это подтвердил врач. Вы не любите говорить об исцелении до официального медицинского подтверждения, да? Да, я убежден, что Слово Божье может быть проверено. Так было и в моей жизни. Расскажите еще. Самое большое чудо, которое я видел, это когда женщина, у которой по всему телу было 30 опухолей, исцелилась после моей молитвы. А какого размера были эти опухоли? Теннисный шарик и, возможно, немножко больше. И когда вы молились, одна опухоль исчезла на ваших глазах. Наверное, это было изумительно. Это было потрясающе. Но мне сказали, что у нее еще есть опухоли. В своем сознании я не видел их, и я спросил, а у вас еще есть опухоли? И она уже собиралась снять одежду, и вдруг все исчезло. На моих молитвах у людей исцеляются спины, глаза, исцеляется глухота. Позвольте задать вам вопрос. А почему все исцеляются? Хороший вопрос. Я воспринимаю все исцеления как дар. Настало время и место для исцеления. Это предначертано. Настало время Господа. У вас есть послание людям от Господа? Да. У меня есть несколько слов. Я вижу сейчас слепого человека, и этот человек особенный. У него есть серебряное перо, и он пишет об Израиле и о том, что Господь наш единственный Бог. Израил, Донай, Элохим. Бог сказал мне, что если он предстанет перед его словом, то слепота навсегда покинет его. Что это значит? Что вы имеете ввиду? Взять Библию и предстать перед ней? Нет. Нужно лишь поверить, что Иисус наш Мессия, поверить в силу его крови. Вы можете сделать это просто поверьте. Рикки, Господь сказал вам еще что-нибудь? Да. Он говорит мне о женщине, которая прямо сейчас хочет покончить жизнь самоубийством. Бог предотвратит это прямо сейчас. Вам не нужно делать этого. Вам нужен Иисус, и я вижу, как рука Господа ложится на вас и предотвращает это. А еще я вижу мужчину, на жизнь которого посягают ведьмы. Бог защищает вас. Он освободит вас от их зависимости. Вы боитесь колдовства? Нет. На ваши проповеди приходят колдуны? Да, я им даю спасение. Они получают освобождение? Да, исцеляются мусульмане, исцеляются даже грешники. Расскажите о мусульманах или об освобожденном колдуне. Главный колдун Фернандины однажды пришел на нашу проповедь. Это во Флориде? Да. Он хотел помешать проведению проповеди, но Бог остановил его. Когда имеешь дело с колдунами или оккультистами, вы не можете считать им Слово Божье, потому что они не верят в Него. Вы должны показать силу Господа. И именно это переубедило этого колдуна. Я всего лишь дул на людей, дотрагивался до них кончиками пальцев, и они исцелялись, исполнялись Духом. Это была сила от Господа. А зачем вы дули на них? Потому что это символизирует силу Господнюю, благословение Господнее, помазание Господнее. Расскажите мне, какие части тела вы видели на небесах? Всевозможные головы, глаза, уши, губы. Вы мне говорили, что если кто-либо нуждается в частях тела, вы мне говорили снова и снова, что эти люди вернут их себе, и у вас будет новое бедро. А что еще вы можете сказать нашим зрителям? Прямо сейчас я вижу, как восстанавливаются ноги. Я вижу, как прямо сейчас восстанавливается почка. Это чудо восстановления. Бог дает вам новую почку и полностью исцеляет. то, что вам необходимо, так это вера. Вера в то, что 2000 лет назад Иисус умер за вашу боль, за ваши болезни. И вы можете прочитать об этом в Библии. Он умер за наши болезни и нету. А что еще, Рики? Есть еще кое-что. Я вижу сейчас человека, который взывает к Господу и просит исцелить его сердце. Он не может больше ждать. Его сердце останавливается. И прямо сейчас я приказываю ему получить новое сердце во имя Иисуса Христа. Все это для вас. Веруйте, потому что сказано в 35 главе от Исаии Он умер за наши болезни и недуги, за нашу боль. Он также умер из-за наши грехи. И если вы грешны, то знайте, это отдаляет вас от Господа. Кровью Иисус искупил наши грехи. И если вы покаетесь в них и поверите, что кровь смыла их, тогда вы примите Слово Божье, Святое Слово. Ваше сознание может не принимать этого, но вы скажите, я принимаю Иисуса, Господа моего. Войди в мое сердце и будь там всегда. Стань реальным. Я не хочу лишь знать о тебе, я хочу познать тебя. Я знаю, это больше и ценнее жизни, это смысл моей жизни. И мне нужно нечто большее, нежели просто спать, питаться и работать. Мне нужно большее. Это то, что вы ищете. Тот же Бог, что исцелил Вики, любит вас. Вы можете не слышать об этом раньше, но Бог заботится о вас. Он любит вас. Он хочет обнять вас прямо сейчас. Вы только откройтесь Ему. Сейчас вас только двое. Вы и Бог. Спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты сделал для нас, Господи.